всем привет если кто-то еще не прочитал в описании к видео сегодня у нас обзор на новые гибриды от шози модель шози rouge я если вы следите за моими обзорами какое-то время знаете что компанию шози и ее дочку или сестру козой я люблю люблю в первую очередь за то что они всегда делают что-то необычное и вот в этот раз тоже было интересно что они сделать потому что не только недавно ну там полгода хотя по меркам портативного аудио это почти целая вечность они отстрелялись парой довольно популярных неплохих гибридов форма 1.1 то есть один динамик одна арматура и 1.4 ну то есть вы понимаете логику один динамик 4 арматуры и вот они анонсировали руж причем ценник какого форма 14 но на самом деле их можно назвать 12 потому что тут используется один кастомный динамический излучатель и пара арматурин но от ноуз зато или ноуз кновулс как их правильно назвать в общем ценник на них составляет 180 долларов ссылку добавлю в описании то есть это не самая доступная модель с таким вариантом драйверов но шози тут есть что сказать и показать и они сумели показать что все таки они выделяются на общем фоне анекдот дня сегодня наверное главный анекдот 2020 года у меня для тебя две новости ну давай начинай с хорошей а кто сказал что есть хорошая упаковка простая абсолютно черный картон надпись шози и на этом практически все штрих-код и больше ничего эдакий минимализм абсолютный при этом внутри тоже все очень просто чехол с начинкой я кстати мне эта идея нравится потому что ненужный картон занимает в доме место чехольчик у такой с приятной текстурой я не знаю что это за материал но скажем какой-то какая-то синтетика такая с приятной текстурой внутри и все еще минималистичнее пара насадок две пары насадок третья на самих наушниках сами собственно руж и и провод для них на этом все конечно аксессуаров в этой ценовой категории можно было сыпать уже чутка побольше не знаю чего каким-то насадок например под по дизайну дизайн классный он конечно в странах бывшего светского союза явно будет считаться абсолютно не мужским но он очень здоровский такой вот под розовый мрамор сделанные наушники причем сделаны они вручную и раскрашены тоже рукопашно поэтому каждый фейсплейт он имеет свою уникальную текстуру и по-моему это в наше время массового производства этот случай когда можно немножко заплатить за вещь которая будет чуть-чуть отличаться от всего что сделано одинаково на заводе качество выполнения очень классная то есть видите все бесшовное выглядит таким цельным произведением технологий наверное конечно это будут наушники какой-нибудь подруги аудиофила но скажем дарить приятные вещи тоже можно перламутр переливается все здорово и вот это вот фейсплейт с логотипом компании красивая вещь по крайней мере на мой вкус тут вкус у всех разные предвижу уже плач кучи комментов которые рассказывают как им не по на как как кому чем они не понравились по эргономике все очень хорошо наушники гладкие ничего нигде не выступает не упирается сядут хорошо даже наверно в компактные женские ушки но может быть не в самые мелкие нет хотя думаю что проблем не будет у большинства людей звуковод где-то средний под правильным углом поэтому звукоизоляция тоже среднее видно видно что там 2 2 раздельных внутри звуковода есть выступ который удерживает насадки хотелось бы его конечно чуть побольше но со своей задачей по крайней мере пока насадки новые он справляется хорошо садятся туго и держится тоже весьма туго дискомфорта в ношении не представляют звукоизоляция средняя есть вот такой вот компенсационное отверстие тут общем традиционный вот такой вот дизайн провод сделан сменным используется двухпиновый коннектор без утопленных гнезд без утопленных пинов в общем абсолютно такая вот двухштырьковая классика комплектный провод такой вот он средний по жесткости не самый мягкий не самый жесткий но и не самый мягкий чуть-чуть присутствует микрофонный эффект но с правильными насадками заушины его гасят поэтому проблем особо не будет заушины без проволочки с эффектом памяти поэтому подогнуть их не выйдет но кабель за ухом оправдывая название они держат хорошо практически не твердеет на холоде вот такой вот разветвитель с ползунком для затягивания под подбородком и дальше он идет прямой до такого вот штекера то есть разветвители штекер сделаны в одном дизайне сам сам штырек коннектор джек сделан маленьким компактным в общем видно что кабель хороший но не самый мягкий в общем надо подводить итоги всей предварительной распаковки минималистичная упаковка и комплект поставки очень красивый дизайн но наверное все таки больше женский и в целом хорошая эргономика и экстерьер ну и конечно же а звуки шозе решили сделать v-образную а чихашку но сделать это немного необычно потому что довольно стандартная вышка в них уже есть в лице форм 11 и 14 прогревал их 48 часов были небольшие изменения изменения в течение первого часа но длительного какого-то или особо специального прогрева им не надо более важно подобрать правильные насадки без них без правильной звукоизоляции вы просто не получите достаточного количества низких частот и звук будет недостаточно недостаточно весомым и поэтому просто потратите время на подбор насадок в качестве плеера для примеров будет выступать м11 про ну просто про просто потому что он лежит в ящике так вот параллели с форм 11 ну и 14 тоже но будем использовать 11 неминуемо поэтому не буду их избегать в целом по порядку бас акцентирован но акцент такой очень умеренный он небольшой но за счет того что он ровный принципе ровные низкие частоты и относительно ровные верхние частоты это отличительная черта этой модели за счет того что акцент тут сделано ведь на всю область низких частот они на мидбас как у форм нч тут получились более техничными лучше передают текстуры немного более такие упругие и ударные на мой слух они больше подходят к для акустических инструментов там всякие нижние аккорды фортепиано контрабасы с его струнами и прочие штуки но в целом электронную музыку они тоже передают хорошо потому что бас глубокий бас присутствует не не сильно выделенный но тем не менее имеется и при этом весомость и плотность тут довольно неплохие то есть это не бас хедная модель но для тех кто любит сбалансированный подачу низких частот это количество будет вполне нормальным ну и в качестве примера по по басу у нас думал взять как обычно музыка нуда но потом подумал что они бывают часто поэтому кент пун аудиофайл джаз пролог то есть пролог аудиофильского джазу или пролог к аудиофильскому джазу трек называется фредди и разумеется основной инструмент тут фортепиано но присутствует тут и акустический бас то есть контрабас присутствует скорее всего контрабас и он тут не выделен поэтому он есть и он хорошо прописан так текстурник а на самом деле тут он видно что попала и бачкам в разных углах видно что записью заморачивались очень много людей студий но акустический бас тут прописан хорошо но при этом не акцентирован поэтому если мою наушников и ничи недостаточно техничное то акустический бас полностью где-то теряется или наоборот в ползает вперед и вот как раз уруж получается хорошо не туда не сюда именно там где все положено быть и отыгрывается он очень хорошо с приятной телесностью средние частоты условно делятся на две части на ту которую за которой отвечает динамик и на ту которые где уже начинается арматура при этом еще и совпало что нижняя половина и даже даже не только нижняя а сколько средняя часть средних частот она отведена на второй план то есть это не самый большой как бы не самая большая вышка эти наушники по звуку но все равно вот этот вот под опущенность средних частот заметно и нижняя половина подается так вот цельно монументально без уклона в микроконтраст поэтому наушникам иногда не хватает немножечко агрессии на некоторых инструментах но при этом середина цельная довольно чистая а вот там где начинается этот подъем и вступает в дело арматуры верхняя середина и дальше там уже все очень хорошо чисто прозрачно красиво сбалансировано там уже уклон идет в микроконтраст и поэтому все звучит детально ясно и красиво воображаемая сцена где-то больше средний в ширину и глубину ну скажем у меня все довольно просто если наушники играют в че хорошо и особенно если их подчеркивать то обычно это дает большую сцену потому что меня за сцена отвечает верхняя половина звукового диапазона критичность качеству записи умеренная но скажем на верхней половине все-таки лучше для веют верхняя половина должна быть записано хорошо потому что там все-таки арматуры и в качестве примера ну такая ожидано может быть неожидаемо но очевидно и выбранный трек going to california led zeppelin много гитар вокал планта все довольно высокой частот ну как не совсем за что-то но это как бы верхняя половина средних частот и все это отыгрывается наушниками очень красиво и детально подчеркнуто эффектно в общем даже наверно более подчеркнуто эффектно чем 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 у нейтральной модели скажем так они более эффектны чем реальная жизнь и верхней частотный диапазон протяженность в че чуть выше среднего буду так вот наушниками немножко покачивать чтобы это красивая текстура многослойно гипнотизировала вас протяженность в че чуть выше средней при этом это арматуры в че приподнятые приподняты чуть больше чем бас поэтому вот это дает небольшой эффект дополнительной ясности прозрачности красивости при этом если вы в че фоб то наушники стоит послушать перед тем как приобретать в принципе или просто пропустить потому что это наушники для тех кто к верхним частотам относится нормально акцент тут на в че не самый большой но немного выше среднего они к моему пределу комфортности еще не подходят и близко но тем не менее для людей к в че чувствительным они могут быть светлыми потому что не пытаются не там что-то маскировать быть более комфортными и так далее с другой стороны это дает красивую насыщенность убертонами и даже базовую слоистость разрешение хорошие атаки затуханиями по арматурному чуть-чуть ускорены поэтому в че получаются типично арматурными с немножечко легковесной такой подачей ну и в качестве примера пэт мэтни и лайл мэйс любимый мой альбом авангардного джаза эс фолзу вич это соу фолзу вич это фолз и трек который называется озорг поэтому я про озорг знал до появления знаменитого сериала трек насыщен всякой разной перкуссии поэтому всякие звоночки колокольчики железочки звякающие их тут много они хорошо прописаны переливаются со всех сторон двигаются и так далее и наушники это все очень приятно отыгрывают в общем еще раз подводя итоги этой части v-образная а чеха шка при этом акцент на вы че даже чуть больше чем на бас при этом верхние частоты более линейные чем допустим уши форм за счет этого не звучат натуральные и также бас тоже более линейный за счет этого тоже чуть чуть техничнее если говорить о сравнениях ну про собственно про форма 1114 уже почти что поговорили но еще раз скажу что тут чуть менее выраженная вешка они чуть более техничные на нижних и верхних частотах середина чуть более технично у формов но при этом форма не теплее у них больше акцент на мидбасе у обоих ну а там скажем у 14 чуть протяженнее в че ну скажем они близки к друг другу все равно а эти немного такое тоже отступление от этой вот этого тюнинга допустим тайли си аудио legacy 3 который недавно обозревал они тоже вешка при этом эти чуть потехничнее на низких частотах и на высоких а на середине скажем у них примерный паритет и те и другие немножечко середину смягчают подавали и слегка отведенная на второй план не знаю я там конечно сейчас не вспомню все модели подряд там то что в голову приходит из недавнего бикю и вайзет спринг более нейтральный более ровный более сфокусированные на разрешении особенно на середине это заметно то есть как бы более нейтральные high файбой у s v3 ну просто потому что часто эта моделька у меня выступает в роли некоторого ри не кайва референса они тоже слегка вешка но в менее выраженная у них подъем особенно на вычи и они как у них более выдвинутая середина за счет этого они чуть более нейтральные и менее скажем веселые по сравнению с шо зи форм ой простите не форм руж конечно так что такие вот получились шо зи руж наверное наушники все-таки больше для девушек и прекрасную половину человечества но и при этом довольно интересный звук может быть не универсальный какой-то тюнинг но довольно массовый и приятный обеспечивающий такой немного наигранный но вау вау эффект дополнительный спасибо за внимание